привет ребята сегодня с вами говорим про то что будет если пить много кофе больше двух чашек в день очень любит многие кофе и пишут мне некоторые вопросы да он защищает клетки от повреждений поддерживать здоровье печени повышает физическую работоспособность снижает риск развития сердечной недостаточности инсульта поддерживает здоровый желчный отток а жиросжигание обмен веществ и так далее но многие ведь не знают о том а какой кофе сколько кофе и почему не нужно кофе каждый день напоминаю что у кофе есть темная сторона это во первых увеличение веса потому что кави кофеин повышает уровень стресса а на кортизоле человек если худеет он на плохо достаточно худеет другой момент низкий уровень энергии кофеин стимулирует надпочечники до которые на короткое время повышают уровень энергии и когда вы употребляете стимуляторы вы испытываете хроническую усталость плюс а если мы с вами говорим про анемию то она есть у многих и это только усиливает эту историю другой момент многие доводят себя до кофейной зависимости и обязательно обязательно это нужно контролировать потому что это может привести к психическим нарушениям головные боли утомляемость снижение концентрации раздражительность и а соответственно все это серьезные вещи если вы женщина это может привести к гормонозависимым проблемам к нарушению работы нейромедиаторов плюс это обязательно история про хронический стресс и еще и лишение кальция магния железа если вы и так этого не получаете в достаточном количестве плюс эта история с микрофлорой и конечно это влияние идет на щитовидную железу очень очень сильно поэтому если мы с вами говорим про то как избавиться от кофейной зависимости нужно привести просто системы в норму если у вас нет энергии может быть это лимфа может быть это кишечник может быть это именно пауза у кого-то у кого-то проблемы с тестостероном и кофе здесь но никак не причем другой момент если мы с вами говорим про горечи они классно влияет на желчный ток если вы не можете отказаться от сладостей лактозы глютена сахара алкоголе то кофе здесь тоже ни при чем борьба с сахарной зависимостью это я отдельно снимала ролик и если вы хотите повлиять на какие-то процессы важно понять чего вам не хватает если у вас анемия если у вас депрессия если у вас диабет если у вас кишечные проблемы соответственно соответственно вот такие маленькие нюансы они создадут вам больше пользы чем вы бы хотели в принципе и да если у вас есть какие-то вопросы то супер важно работать с энергией при передозировке кофеином бывают судороги даже вплоть до галлюцинаций если его перебрать и проблемы с жкт поэтому ребята пишите и осваивайте если у вас есть какие-то моменты с этим связанные я с радостью отвечу